МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Ульяна Шубко. Сегодня мы расскажем. Диплом есть, а работы нет. Почему не хотят брать на работу молодых специалистов? Монтажник получил тяжелые травмы при производстве работ. По данному факту проводятся проверки. Возродили забытую традицию и ввели новую номинацию. Гродно готовится выбрать самую красивую девушку. Помнить, чтобы не повторить, в Гродно открылась выставка, посвященная лагерю смерти Тростенец. Герои войны в миниатюре. Выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны прошла в 13-й школе. Холодная весна немного подкорректировала планы коммунальных служб. Так, в середине апреля возникла необходимость вновь возвращать тепло в квартиры гродненцев, а также сдвигать график планового отключения горячей воды. Но с первым устойчивым теплом в Гродно все-таки начали отключать горячее водоснабжение. С 17 мая и до конца месяца без горячей воды останется часть исторического центра и микрорайон Девятовка. А уже с 7 по 20 июня будет отключена самая большая по площади зона – Занеманская. Завершатся работы территории микрорайонов Арты, Переселки и улицы Пушкина с 12 по 25 июля. На протяжении двух недель службы в отдельных районах города проводят гидравлические испытания. Реконструкцию имеющихся сетей устраняют обнаруженные неполадки. В прошлом году в ходе таких профилактических работ было обнаружено и ликвидировано более 70 повреждений. Эти неполадки, не будь они своевременно устранены, зимой обернулись бы серьезными трудностями. Тепловые сети призывают горожан с пониманием относиться к неудобствам, связанным с отключением горячей воды. Прежде всего это делается для будущего комфорта гродненцев. Оборудование и схема существующих тепловых сетей находятся без ремонта. Для этого должна быть проведена очень глубокая, большая перестройка и модернизация тепловых сетей. Это пока невозможно, поэтому мы вынуждены каждый год ремонтировать и свои тепловые сети, и в этот же период коммунальники ремонтируют и домовое свое оборудование, и все другие свои сети. Наряду с профилактическими ремонтными работами в городе проведут и капитальную реконструкцию сетей. 12 километров коммуникаций полностью заменят на более современные и совершенные. Первый этап работ уже начался 15 мая по улице Буденова в районе железнодорожного вокзала. Работы на этом участке продлятся до середины июня. Все работы по городу планируют выполнить до конца июля. Для выпускников вузов и колледжей сейчас горячая пора. Мало того, что предстоит защита дипломных работ, так еще и вопрос с будущим трудоустройством для многих остается открытым. Государственные предприятия взяли курс на оптимизацию производства, а частные предпочитают не брать молодых специалистов, потому что им нужно предоставить ряд льгот и выплат. В этом случае студентов выручают ярмарки вакансий, куда приходят работодатели с конкретными предложениями и соискатели, готовые хоть завтра приступить к работе. На одной из таких встреч побывала Лена Молчанова. В очередь за первым рабочим местом на ярмарке вакансий сегодня выстроились сотни выпускников вузов, колледжей и профессиональных лицеев. В ближайшее время они получат на руки диплом и вынуждены будут отправиться в свободное плавание, поскольку заявки пришли далеко не на всех выпускников 2017 года. О поступлении на физтех Андрей мечтал еще с восьмого класса. Отучившись пять лет и получив специальность инженер радиотехники, понял, получить заветную запись в трудовой и приступить к первой работе далеко не так просто. Ходил также к частникам, но у них проблема в том, что надо соцстрахование платить, как молодым специалистам. И это немаленькая сумма. Из-за этого одна из причин, почему не хотят брать молодых специалистов. Обивал Андрей и пороги госпредприятий. Тут тоже не все так просто. Причина в том, что за последние годы ситуация на рынке труда изменилась кардинально. В то время, когда Андрей еще только получил студенческий билет, вопрос с трудоустройством так остро не стоял. Ведь на одного безработного приходилось аж три вакансии. Теперь, хотя и по объективным причинам, конкурс среди соискателей зашкаливает в госструктурах в том числе. Наши промышленные предприятия, строительные организации, проведя кадровую диагностику, оптимизируются, сокращают затраты. И, конечно, не всегда место находится молодым специалистам. В результате даже всегда востребованные специалисты строительной отрасли из-за снижения объемов работ вынуждены выстраиваться в очередь за первым рабочим местом. А тут еще и год выпуска особенный. Мы выпускаем специалистов, которые обучались пять лет и четыре года. Отсюда двойной выпуск. Особенно это касается технических специальностей, IT-сферы, электроникой, энергетикой. В результате только в этом ВУЗе количество выпускников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 40%. Сегодня на ярмарку вакансий в качестве купцов пришли как представители государственных предприятий, так и частники. Да, предлагали конкретные рабочие места, и некоторые из выпускников тут же получали реальные приглашения на собеседование. Ведь задача максимально трудоустроить всех поставлена на самом высоком уровне. И с помощью такого открытого диалога проблема получения первого рабочего места, конечно, частично решается. И все же дать гарантию того, что работы по специальности хватит на всех, не может никто. Ситуация на рынке труда непростая, и плюс к этому работодатели по старинке продолжают считать молодых специалистов без опыта балластом. Ведь теперь в цене не только диплом, а скорее симбиоз знаний и опыта. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Проводятся проверки по факту травмирования монтажника. 33-летний мужчина выполнял строительные работы в одном из цехов предприятия Гродноазот и упал с металлического каркаса высотой около 9 метров. Мужчина был госпитализирован. Телесные повреждения, которые получил монтажник во время падения, врачи отнесли к категории тяжких. Для установления всех обстоятельств случившегося, следователи осмотрели место происшествия. Также изъяты техническая, служебная и иная документации. Опрашиваются руководители и рабочие. В отношении пострадавшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Параллельно выясняется вопрос обеспечения монтажника средствами индивидуальной защиты, необходимыми для производства о работ на высоте. Тростенец. История и память. Выставка под таким названием открылась в зале Большой Хоральной Синагоги в Гродно. Событие приурочено к 25-летию возобновления дипломатических отношений между Белоруссией и Германией. На выставке представлены документы, фотографии и воспоминания тех, кто был убит в лагере смерти и тех, кому чудом удалось спастись. В Белоруссии передвижная экспозиция уже побывала в Минске и Молодечно. Такая же выставка экспонируется и в городах Германии. В лагере смерти Тростенец под Минском фашисты уничтожили более 200 тысяч человек. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти, как Освенцим, Майданец и Треблинка. Совместный белорусско-немецкий проект рассказывает о страшном событии прошлого, чтобы сохранить ту память, которую еще не успела уничтожить время. Уникальность ее заключается в том, что ее создавали белорусские историки, немецкие, австрийские, чешские. То есть без участия кого-либо из вышеназванных не была она возможна, потому что память о этом месте уничтожения хранилась в разных музеях и в разных институтах по территории Европы. Основная цель – показать войну не через ужасные цифры, а показать через конкретные репрезентативные судьбы убитых людей в Тростенце. Почему ребенок плохо ведет себя в детском саду? Как на это реагировать родителям и что советуют педагоги? Ответы на эти злободневные вопросы искали участники научно-практической конференции. Она состоялась в дошкольном учреждении образования «Яслисад номер 100» города Гродно. Воспитатели, педагоги и психологи со всей Гродничины собрались вместе, чтобы поделиться опытом и идеями. За процессом наблюдала Алла Внучко. Участница научно-практической конференции Ольга Рудая среди дошколят уже более 20 лет. Говорит, работа над инновационным проектом поглотила все ее внимание и заставила всерьез задуматься над вопросом, как помочь родителям стать для своего ребенка настоящим другом. Ребенок, который не получил достаточно внимания от родителей вечером, приходит в группу более агрессивен. Он более, скажем так, взъерошен, возбужден, возбудимость. У него не ладится взаимоотношение с ребятами, он не может найти нормальную игру. Очень часто летают игрушки друг у друга в детей, игрушки друг у дружки забираются. Очень часто дети рисуют рисунок в таких жестких, тревожных тонах. Вот это так и отражается. Научная конференция – это своеобразное подведение итогов работы. 13 инновационных проектов создали сотрудники дошкольных учреждений Гродничины за неполных два года. Темы разные. Как научить ребенка быть общительным и открытым миру? В чем секрет успеха отношений родителей и педагогов? Как вырастить счастливого и успешного человека? Самое главное – этому нужно научить родителей. Они не всегда имеют педагогическое или психологическое образование, не всегда имеют определенный опыт. Поэтому задача педагогических коллективов – показать родителям, что можно делать с детьми, а чего, может быть, не надо делать для того, чтобы отношения выстраивались правильно, грамотно и не имели в дальнейшем тех негативных последствий, с которыми мы можем сталкиваться. Участие в инновационном проекте принимала Яслисад номер 100 города Гродно. Сблизить родителей, детей и воспитателей здесь решили попробовать совместным времяпрепровождением. Мы очень долго искали пути, как же организовать родителей, чтобы они доверяли, в первую очередь, педагогам и могли с удовольствием оставить своих детей в дошкольном учреждении. Мы начинали с родительской школы, где родители вместе с педагогами увидели, как же осуществляется образовательный процесс, как осуществляется игра, общение с малышами. Доклады на тему «Лучшие достижения в моей работе» мастер-классы от воспитателей и профессионалов – непринужденное общение. Воспитывать ребенка – это целое искусство. Педагоги учатся учить по-новому, меняют стили работы и вовлекают в процесс воспитания детей их родителей. Ведь только вместе мы сильны. Иоланта Будила, Алла Внучко, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. За 30 лет своего существования конкурс «Королева красоты» Мисс Гродно уже давно стал популярным культурным событием при Неманья. В рамках самого конкурса сложилось множество интересных традиций. Одна из них была забыта в далеких 90-х. Именно тогда, помимо подготовки к очередному финальному шоу, красавицы в обязательном порядке посещали воинские части и детские дома с благотворительной миссией, в ходе которой девушки представляли творческие номера и дарили подарки. В этом году традицию было решено возродить. Еще одним нововведением нынешнего конкурса красоты стала новая номинация. Теперь девушки смогут посоревноваться еще и за титул «Мисс Талант». Его получит та девушка, которая покажет самое необычное творческое выступление на сцене Гродненской городской гимназии и передает истории детей из детских домов общего и семейного типа. В этом году нас поддержала наша постоянная гость и участница наших всех проектов. Это «Миссис Вселенная» Светлана Круг привезла подарки из Московской торгкомитета конкурса «Миссис Вселенная». Нас поддержали партнеры. И вот благодаря им нам удалось организовать эту акцию. Также свой зажигательный номер для зрителей представила обладательница главного титула прошлогоднего финала конкурса «Королева красоты» Мисс Гродно Александра Дорож. А вот обладательница титула «Миссис Земной шар-2017» Гродненка Светлана Круг-Кузнецова специально приехала в родной город, чтобы не только поддержать участниц конкурса «Мисс Гродно», но и исполнить благотворительную миссию. Я являюсь послом доброй воли. И это как бы большая, не то что честь, это такая обязанность от души, которая идет, от чистого сердца, подарить детям праздник, подарить подарки. Просто хочется, чтобы им это запомнилось. Я призываю всех людей не бояться, не бояться приходить, пусть даже если финансово вы не можете помочь, то хотя бы как-то поддержать, вот именно подарить детям вот это чудесное настроение, чтобы они запомнили на всю жизнь. Выставка уменьшенных моделей военной техники времен Великой Отечественной войны прошла в 13-й школе города Гродно. Более 50 моделей танков, самоходок, военных поездов и истребителей на всеобщее обозрение представил Гродненский клуб начального технического моделирования «Живая сталь». Учащиеся смогли узнать историю того или иного танка, самолета, открыть для себя необычные факты из военной истории, а также познакомиться с ремеслом конструктора военной техники. О том, как это было, смотрите в сюжете Дмитрия Якубовского. Одна из моделей – это немецкий танк «Панцер-6 Тигр». В данном случае это модель 501-го тяжелого танкового батальона африканского корпуса генерала Роммеля. Конструировать модели военной техники времен Великой Отечественной войны Виктор Плакса начал еще в детстве. Уже тогда его привлекало тяжелое гусеничное вооружение, а именно танки. Годы шли, Виктор получил высшее историческое образование и стал работать инспектором в Гродненской региональной таможне. Однако детское увлечение не угасло. Спустя некоторое время на базе одной из школ Виктору удалось открыть кружок начального технического моделирования для школьников «Живая сталь». И уже сейчас, смотря на усердие своих воспитанников, он с улыбкой вспоминает, как начинал сам. Начал делать модели из картона, клеил с эликатным клеем, чесался, чихал, ну шел к своему. Родителям не нравилось, конечно, но это уже искренне мне удалось. Скорее модели выбрали и меня, наверное. Начинал из танков Т-34 в масштабе 1,5, сам делал чертежи на тетрадных листах, сам вырезал детали из картона, клеил бумагой, красил стержнями. Сейчас под началом Виктора Плакса учатся моделировать 44 юных конструктора со всего Гродна. И если сам Виктор изготавливает модели исключительно из бумаги, то его ученики для создания маленьких военных шедевров используют более прочный материал – пластик. Каждый из ребят не только прекрасно разбирается в технике времен войны, но и знает некоторые интересные факты о той или иной машине. Я собирал Т-34-5 месяцев. Самые сложные детали – это были гусеницы, потому что их очень долго надо было делать, красить аккуратно. Это белоплоско нужно, чтобы наша авиация не спуталась с немецкими танками. Т-34, он мог даже против тяжелых танков быть. Самоходная руселийская установка ИСУ-152, она произвелся в 1943-1947 год. Они отстаивали рейстах, обстреливали его. Поддержка была танков ИС-2, всяких там, Т-34. Помогали пехоте. В конце войны отвоевывали Берлин. Танки, истребители, штурмовики, снегоходы и даже военные поезда. Всего же на выставке в 13-й школе было представлено 64 экспоната военной техники времен войны. Ребята смогли узнать расположение механика-водителя в танке Т-34, грузоподъемную знаменитого штурмовика Л-2, изучить технику, переданную Советскому Союзу по ленд-лизу и многое другое. По мнению организаторов, подобные акции не только учат подрастающие поколения истории, но и воспитывают в них чувства собственного достоинства и патриотизма. Помимо того, что прививается познание какие-то исторические, прививается любовь к родному краю и патриотизм. Я думаю, такие мероприятия только способствуют воспитанию на самом деле очень достойных граждан нашей страны с самого-самого раннего и юного детства. В планах у кружка «Живая сталь» еще множество выставок. Однако уже сейчас подопечные Виктора Плакса планируют создание самолетного полка «Нормандия-Неман» и двигающегося бронепоезда времен войны. Дмитрий Акубовский, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. Обратите внимание, в связи с проведением работ по строительству дождевой канализации по проспекту космонавтов, с 9 утра 18 мая до 24 часов 31 мая будут изменены маршруты городских автобусов. Также временно будет закрыто движение всех транспортных средств по улице Лицкой. Более подробная информация размещена на сайте Гродненского горесполкома. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру в Гродно 77 33 04. Напоминаем, что программы телеканала «Гродно плюс» доступны и абонентам пакета зала. Мы работаем для всей Гродненской области на 112 канале. А у меня на этом все. Отличного отдыха на «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин